Так, добрый вечер. Если нас видно и слышно, поставьте, пожалуйста, пунктик в чат. Если все в порядке с изображением и звуком, дайте знать. Может быть, чат подвисает, а может быть, еще не все собрались. Есть, есть. Ага, Антон, привет. Окей, хорошо. Нас видно и слышно. Напишите, пожалуйста, как ваше настроение на третий день марафона, насколько это много времени у вас требует, готовы вы продолжать, устали или только вошли во вкус. Дайте кратко отзывы о том, как ваша жизнь в марафоне проходит. Да, интересно узнать, как вы настроены. Устали, не устали, хватит или уже не могу каждый вечер, это очень напряжно. Настроение на 120, в огонь и заряд. Отлично, хорошо, отлично. Молодцы. Во вкус. Отпели. Поэтому сегодня у нас, скажем так, основное мясное блюдо с нами сегодня Антонина Скрипник. Антонину не отпускали с нашего зимнего ретрита 2,5 часа и потом еще облепили вот так вот со всех сторон и не отпускали уехать в свой отель, потому что Антонина очень честно, искренне, энергично делится своим опытом с большой харизмой. Это она сейчас молчит, я просто скоро передам ей слово, и вы поймете, что я не преувеличиваю. Антонина занимает позицию клиент-партнер в компании SoftServe, специализируется на финтек, и тоже, как и Антон, как я понимаю, очень много проводит времени в Лондоне, поэтому, собственно, и бэкграунд тоже такой забрендированный и соответственный. А, да, ну да, поболелись. Поболелись. Окей, to cut a long story short, давай ты сама кратко о себе расскажешь. Вот, очень рада, что ты присоединилась к нам на марафон, и еще больше рада, наконец-то мы сделаем вместе что-то больше, чем марафон, сделаем курс. Мы много о нем говорили, собирались вместе делать оффлайн, но не сложилось. В следующий раз... Он спросить будет личный и не личный онлайн, то есть это к лучшему, знаешь. Да, точно. В общем, тебе слово. Я буду слушать фидбэк по поводу сокращения интро. Можем потихоньку начинать. Кратко расскажи, чем кроме работы ты занимаешься, какие книги читаешь. Может быть, тоже у нас участники прямо по книгам прутся, просят все время всех спикеров. А что, 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 какие книги читать, расскажите нам, поделитесь. Всем привет. Меня зовут Антонина, как сказала Саша. Я работаю сейчас на текущий момент в компании SoftServe. Это уже больше, ну, уже четвертый год идет. Это далеко не первое, так мягко говоря, место работы. До этого было 12 лет опыта в корпоративном бизнесе, в инвестиционном кредитовании. В общем, работа с интерпрайс-клиентами в четырех банках с иностранным капиталом. Bank of Cypress, The San Paolo Group, банк Ахметова, который тоже в тот момент был самым флагманом по международным операциям. И, ну, то есть работаю где-то с 21 года, да. Оттуда идет extensive background в финансах. Решила поменять индустрию, как говорят, еще когда это не было трендом, да, вот большим трудом. Потому что в плане трудом принималось это решение, потому что так как вся семья моя личная, ну, как бы моя, да. И родина уже теперь, и теперь моя семья уже с Антоном тоже все сойти, то у меня была однозначно initial contradiction к этому всему. То есть противостояние такое, что никогда нет, никогда такой опыт бешеный в другой индустрии и значительно более крутой, с значительно крупнее сделками и объемами оборотов у клиентов. Ну, там, например, в 23 года я уже управляла портфелем для наших крупнейших на территории СНГ компаний, нефтеперерабатывающих, короче, по бензину будем так, чтобы не называть, не называть компаний. В портфеле было около 40 миллионов долларов, это только на одном заемщике. И поэтому, ну, то есть опыт есть, и это все были enterprise клиенты в течение всего этого времени. В компании SoftServe я, позиция официально называется client partner, это одна из позиций, скажем так, но я закрываю, это работа с клиентами, но я закрываю также весь бизнес development, маркетинг для финансовой вертикали. Изначально я пришла к компанию SoftServe для того, чтобы построить финансовую вертикаль, потому что до этого в компании ее не было. Что имеется в виду финансовая вертикаль, это отдельное, как бы, направление в бизнесе, под бизнес, скажем так, который работает исключительно на рынок финансовых клиентов, то есть клиентов с финансовой индустрией, то есть банки, insurance компании, и там mutual funds, pension funds и так дальше. Вот. Ну, это как бы то, чем я сейчас занимаюсь непосредственно. Кто такой client partner? Клайн-партнер – это отдельно выделенная роль, которая занимается фармингом, занимается аккаунт-девелопментом, занимается развитием релэйшншипов. Я сразу наперед хочу сказать о том, что будет много англо-русско-украинских слов, потому что ноль про деформация мне иногда. На самом деле у меня рабочий язык полностью английский, мне значительно легче было бы провести этот вебинар на английском языке, чем на русском языке более. Можно сказать, что задачей client-партнера как должности являются рост и укрепление отношений внутри аккаунта, то есть рост дополнительного revenue и укрепление отношений, то есть такой риск-менеджмент, потеря. Поэтому в целом сегодня и на курсе ты будешь проговаривать о том, что в твоем опыте работает для управления рисками с клиентами, а что не работает и какие ситуации кейсов, спасибо, что подготовила кейсы, очень интересно будет, работают у тебя. Да? Да, абсолютно. И плюс к этому на этом курсе и на том еще отдельном, который мы будем делать с Сашей, на авторском курсе, который будет ближе к осени, скорее всего, если мы разгребемся по своему капэстити, это будет конкретно проработка, то есть продажа, то есть предпродажа, продажа, пресейл, уже непосредственно, когда ты обрабатываешь уже этот горячий лид и закрытие сделки, то есть это коммуникация и сам процесс sales and negotiations, назовем это так, чтобы не вдаваться в подробности, то есть это будет еще отдельная информация, но на курсе, который будет сейчас, то там также отдельно будет вопрос коммуникации, отдельно вопрос продаж, отдельно вопрос вообще взаимодействия и процесса работы операционки по работе с клиентами большими и маленькими. Там будет и большие и маленькие, но больше фокусировались на большие, потому что это интереснее для компаний, которые поменьше размеров, им кажется, что это манна небесная и там вообще, то есть нужно, всем туда страшно надо, всем нужно иметь мультимиллионных аккаунтов у себя в портфолио, но это не совсем так, мы сегодня об этом поговорим. Окей, хорошо, тогда давай потихоньку начинать, и потом я возьму слово тоже немного для того, чтобы объяснить, как это все ложится вместе в наш курс. Друзья, у вас есть ссылка на вопросы, мы к ним дойдем в третьей, третьей-четвертой части нашего общения, но, пожалуйста, задавайте вопросы сюда, мы будем обязательно прорабатывать те, которые набирают больше всего апвоутов и голосов. Окей, будем шарить с презентацией, да? Да, да, давайте я уже вам ее зашарю. Видно? Есть. Да, 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 да. Окей, значит, мы сегодня поговорим о том, как, я, конечно, себя не вижу, так что если у меня там на голове что-то будет не так, то уж есть, как это, не обессудиваю. Working with big clients. Это коротко обо мне, мы уже обо мне поговорили, то есть, а, я забыла сказать о том, что у меня как бы бэкграунд не только в финансах, а еще дополнительное закрывало, возможно, это будет ребятам интересно, потому что это то, что сейчас мне помогает в текущей работе тоже. Я получила, у меня три высших образования, и каждое из них получалось не для корочки, оно получалось для того, чтобы использовать эти непосредственные знания в работе. В свое время я получила как бы master degree in law, потому что мне нужно было закрывать в процессе, когда ты структурируешь сделку и ведешь переговоры с клиентом или вычитываешь MSA on the go. Тебе нужно, ну, скажем так, тебе не то, что нужно, я хотела не зависеть от legal department, который в тот момент я работала в банках, то есть, это всегда муторный, это длинный такой процесс, и, соответственно, мы об этом еще поговорим дальше, но хотелось закрывать определенные вопросы, отсекая их на ранней стадии и давая, ну, то есть, прорабатывая как бы stakeholder expectations from the very beginning. И, соответственно, для этого я закрыла эту экспертизу. В финансах это базовая экспертиза, и потом я получила еще дополнительно master's degree, master of science and technology management в католическом университете украинском. Это, ну, я думаю, люди знают, что такое католический университет и суть программы. Так, о чем мы поговорим сегодня? Значит, поехали. Большие клиенты, этимология, да, откуда берутся, что это вообще такое, как с чем их едят, что под этим подразумевается. Это продажа большим клиентам, как специфика, какие-то там pitfalls или, ну, там, скрытые камни подводные. Delivery cooperation specific, потому что это тоже очень важно, там много всяких нюансов. Та же самая специфика, но в коммуникациях. И то, что происходит в процессе кризиса с большими клиентами, самые такие крупные, ну, то есть, они самые частые реквесты, скажем так, которые сейчас приходят к нам, и их не подоплека. Когда мы говорим про больших клиентов вообще, то есть, чтобы вы понимали, о ком мы будем говорить сегодня здесь, я буду о ком говорить. Это большие клиенты, это большие лого, большая, то есть, это industry leader, это, который может иметь какую-то уникальную экспертизу или там сертификацию, или какую-то holding the specific technology only. Это определенная большая часть рынка, которую он в этот момент под себя wrapped, ну, подобрал. И специфика в культуре, это enterprise style culture. Об этом мы будем говорить более детально дальше. И это нюансы в определенных таких более жестких, выдержанных, таких закостенелых немножко, это если так дипломатично говорить, в процессах внутренних, а также это достаточно большой IT wallet. То есть, я не называю большим клиентом того, кто может быть огромный, но он в текущий момент не тратит вообще ничего, он стоит на холоде, например, или это компания, которая идет, там, была кешкау, а превращается там в собаку по BCG Matrix, и падает вниз, и, соответственно, она нам не интересна by design, потому что она не будет источником хорошего портфолио для нас, потому что у нее для этого нет ресурсов. Это все субъективно, то есть, опять-таки, мой комментарий наперед к этому вебинарию, это то, что эта сессия поделится своим опытом, он может быть вам релевантным, может быть нерелевантным, но это то, что я всегда говорю людям, которые приходят и просят рекомендацию относительно, например, там, идти ли им учиться на MSTM или получать ли им MBA, а какая программа, а что я там от нее возьму. Ну, то есть, мой главный комментарий – это то, что вы возьмете только то, что вы захотите взять. Я приверженец такой трактовки, что никому, никого, ничему научить нельзя. Человек, если хочет, он может взять с любой информации для себя value, ценность. Если вы этого не хотите, то какого бы качества хорошего информации ни было, она не принесет вам, ну, как бы вы не заплатите ее на практику. Поэтому цель здесь – это послушать, посмотреть, может быть, вам что-то срезонирует, а, возможно, ничего не срезонирует. И в этом тоже будет очень большой плюс, потому что вы скажете, о, смотрите, у них было так, а у нас совсем по-другому, и мы все равно крутые, мы все равно успешные. И после этого я буду очень рада, если вы ко мне постучитесь отдельно напрямую и скажете, смотри, у нас было вообще не так, но у нас все равно все круто. И мне было бы очень интересно об этом услышать. То есть как бы это двухсторонний процесс. Так, как продавать, ну, то есть продажи большим клиентам. Сразу хочу сказать, что слайды, вам не нужно со всех слайдов ничего записывать, вам не нужно ничего конспектировать. Это слайды, скорее всего, сделаны в формате ремарок для меня о том, о чем я хотела бы сегодня поговорить с вами, чтобы я не забыла какие-то покрыть определенные вещи. Значит, продажи большим клиентам – это в первую очередь всегда, ну, просто вообще всегда-всегда это длинный продажный цикл. От 18 месяцев плюс есть уникальные ситуации, когда ты можешь там закрыть сделку за несколько месяцев, когда я в результате несколько месяцев, это от первой встречи сейла или тебя там, если у вас нет сейла, это делаете вы как сейл или вы как бизнес-девелопмент-менеджер. От первой встречи холодной или от первой встречи теплой, когда-то вам дали референс или вы где-то познакомились на конференции, она стала теплой, да. Это уникальные ситуации, когда вы можете пройти весь этап переговорный, все вот эти норминные, storming и performing вас как микрокоманды, и которые работают над салюшеном, идти дальше с вашей компанией или не идти, принимают это решение. Это очень редко бывает. То есть с крупными клиентами этот период начинается там от года и дальше. Есть уникальные ситуации. У нас был случай, когда мы закрыли за 6 месяцев, и сейчас я в процессе подписания, fingers crossed, подписания сделки с крупным, это крупная финтех, я даже сказала бы enterprise, уже такой pure enterprise превращается, UK-вская компания, которая делает payment processing and debit cards, то есть они, ну, в общем, с ними у нас получается пока что 3,5 месяца. То есть у нас уже есть бои нато всех, и это как бы можно уже все рамку заносить как типа closing стадия, но legal мы еще там будем, это мы отдельно будем говорить, там нам еще пахать, пахать, не перепахать, чтобы подписать контракт. Но мы это все пушим со всех стилов, но это 3,5 месяца уже. То есть вы должны помочь, никогда не бывает так, что ты пришел, вот как у меня иногда у Антона бывает, пришел на call, и ты выходишь с call, и ты понимаешь, продал. Ну, типа вот все, вот, ребята, можно ставить команду, и вот там неделя или сколько там онбординг вперед, и вперед полетели. Никогда так не бывает. Не забывайте о том, что продать себя бизнесу, это еще не значит продать себя этому клиенту и войти в него. Вы можете продать себя бизнесу, а окажется, что те, кто дают этому бизнесу final sign-off, вообще как-то им как-то прямо перпендикулярно о том, что себе там бизнес порешал и нашел какого-то вендора. У них есть preferred vendor list, PBL. И вот чтобы зайти в крупного клиента, банки, insurance компании, какие-то, то есть я говорю со стороны финансов, но сейчас, но когда мы работали в банке, было то же самое. То есть у меня были, там я не работала с финансовым рынком, там я работала с, в основном, это были нефть и нефть, бензин, ну, то есть и агрикултур, это основные деньги, где крутилось. Ну, еще отдельная группа товарищей, которые занимаются металлом, ну, вы понимаете, группы донесных ребят и всего бизнеса вот вокруг этого. Там были огромные деньги, там была всегда валюта, поэтому там были такие крупные суммы, там кредит в 40 миллионов долларов, это типа нормально. Ну, то есть 30 миллионов гривен овердрафт, овердрафт – это 10% от оборотов на счету, это нормально, ну, то есть типа. И вот у тех клиентов было то же самое. То есть чтобы зайти в них, нам, как банку, тоже нужно было попасть в preferred vendor list, который будет им давать финансирование. То есть было то же самое. И чтобы попасть в этот лист, это от 7 лет может занять. У нас есть сейчас кейсы, когда мы работаем и разговариваем с партнерами, маленькими компаниями в разных странах. И, например, в Испании у нас есть две хорошие компании, через которые мы хотим зайти в крупных испанских клиентов. И там, когда я у них там в ресторане уже так все расслабились, уже там проговорились, забилдались, когда я у них спросила, сколько вам заняло реально времени, чтобы закрыть paperwork, то есть MSA и так дальше, они сказали 9 лет. И я такая, ну, у меня нет столько времени, мне нужно тогда с ними точно партнериться, биться головой в стеклянную стену, я не могу себе позволить. Это звучит как Испания. Ну, то есть вы хотите правду, я вам тут рассказываю, как бы правду, чтобы не нарушая NDA, но в то же время, чтобы вы понимали, надо ли оно вам или не надо. То есть чтобы, как это говорила всегда моя учительница с украинского языка в школе и литературы, попередженный, значит, захищенный. И то есть вы всегда как бы know your customer and know not your customer. Это первый признак того, что вы матчурная компания, вы понимаете, на кого вы вообще работаете, таргетируетесь и тратите свои эфорты в их привлечении. Кстати, ну, то есть, ну, это отдельно. Следующее – это то, что специфика в продаже, это то, что у вас абсолютно не будет изначально, если у вас нет внутреннего инсайдера, какого-то такого подковерного, абсолютно no transparency, не знаю, когда вы сказали по-русски. Прозрачности. Прозрачности. Но никакой прозрачности в процесс принятия решений. То есть даже если вас спросят, вот у нас был сейчас есть, это вот UK как раз Petrol Company, самая крупная, которая занимается торговлей, raw oil and gas. И там была ситуация, когда я приехала, это было полтора года назад, приехала, продала. Вот это был кейс, когда вот, ну, ты реально понимаешь, что, ну, вот все, типа, ну, очень хорошо проведен питчинг, прошел процесс, мы проговорили, все очень четко, была демо сразу на месте сделана, потому что я приехала подготовленная, мы продавали продукт, у нас есть свой продукт на софсервис. И, типа, все очень круто. И я понимаю, что, то есть я выхожу оттуда, приезжаю, и там через три дня там идет какая-то дальше коммуникация, это все нужно поддерживать. И я понимаю, типа, что мне нужно еще раз, как бы делаем long story short, мне нужно еще раз летать, лететь, потому что, ну, типа, тому чуваку нужно получить бои над того, кто сверху него. Хотя он был VP. То есть я такая, типа, ну, окей, а у кого нужно получить VP? У CIO. Окей, а где CIO, где VP, в отдельной бизнес-юнити, и так дальше? И пришлось лететь опять. Ну, чтобы вы понимали, я летала еще 12 раз. То есть я перепитчевала. Этот кейс, это об этом кейсе говорил у нас на Strategic Session наш, ну, мой SEO на софсервис. То есть я питчевала 12, тем, или как-то по-русски, 12 стейкхолдерам, которые все были. То есть я питчнула CIO, после этого нужно было питчить еще программ-менеджеру, который менеджит глобал, там, траток, в общем. И каждый раз это все люди были executive level. То есть это был C-level, но они были, так как компания там трансконтинентальная, да. Поэтому там с Хьюстона позвонили, сказали, ой, слушайте, нам тоже как бы нужно было бы хорошо послушать, потому что продукт будет покрывать и наш функционал, поэтому нам тоже нужно знать. Поэтому, типа, final buy-in мы не даем, пока вы не, типа, нам тоже не попичите. Ну, окей, ребята. Это было 12 раз. То есть... Да. Unpredicted stakeholder changes. Человек может просто уйти с позиции, он не обязан вас об этом предупреждать. Опять-таки, кейс был аж раптом 3 недели назад. Это то, что мы отправили уже CV людей, мы отправили на... То есть все было согласовано, мы отправили всю информацию, и, типа, ни ответа, ни привета. И коммуникация до этого была абсолютно теплая. Но это происходило не через меня, это происходило через сила. И тут это, как бы, сразу мой коммент о том, что у него коммуникация происходила с чуваком только в имейле. И когда я его начала спрашивать, ну, смотри, прошло, как бы, 2 недели, я не могу держать людей в лог-резерве, что мне говорить своему деливери, мы ставим команду, не ставят, что мы делаем вообще? То есть мы же, типа, выиграли. Окей, он же согласовал. А дальше что? А человек просто... Он говорит, я не знаю, он мне не отвечает на имейл. Я говорю, ты что, типа, только через имейл с ним общаешься? А как бы там LinkedIn, Twitter туда-сюда проверить как бы не надо? А в чем это? Это ты так сайлинг, типа, делаешь? И он такой, а, ну да, ну, сейчас попробуем написать в LinkedIn, но не знаю, я его еще не добавлял. То есть, опять-таки, это вам коммент, такой, как бы, капаю вам drop by drop. Это то, что в таких случаях, когда вы заходите в клиента, и вы получаете стейкхолдера, его нужно добавлять вообще везде, где только можно. Об этом мы будем говорить, это как бы дальше на курсе детально, на первом, ну и на втором потом. То есть, это такие obvious вещи, которые, типа, ну, такая тупость, ну, это же типа все знают, все делают. Не делают. То есть, сайлы, которые получают там огромные суммы, они не делают. Он ему в имейле написал, он сидит и ждет. То есть, короче говоря, в результате оказалось, что человек просто ушел с компании, его уже нет в компании. Его нужно было выискивать, потом он не отвечал, потому что он ушел там в офф вообще. Понимаете? То есть, такая ситуация. Вы ее как бы предикнуть не можете никак. Еще один крупный, крупный такой pitfall, который вас ожидает в процессе продажи, это то, что бизнес может согласовать, а, возможно, и вполне вероятно, они понятия не имеют, что ваши solution или сервисы, я сейчас не говорю про продажу продуктов, а даже там та команда, которую вы сформируете, она не сможет просто нормально с ними работать с точки зрения того, что у них не будет доступов, им просто не дадут, нужны будут их личные лэптопы, которые нужно шипать в Украину или там в Болгарию, в Польшу, в Амстердам, или где там сидят ваши люди, если они у вас дистрибьютит по миру, то, потому что работать можно только с лэптопа компании, а, например, в Украину они шипать не хотят, а хотят только в Польшу или там в Болгарию, или они хотят в Испании, ну, в общем, и вот это, потому что их IT-инфраструктура предполагает вот такие вот реквайрменты, о которых бизнес не предполагает, а ты закрыл сделку с бизнесом, типа тебе подписываться, и доходит вопрос, как бы когда ставят последний tick the box, и tick the box legally даже согласовали, те согласовали, а вот инфосеки и вот их IT-инфраструктура, типа, не, не, тут что-то, подождите, а вы мне еще дайте то, то, то и так дальше. То есть такие вещи тоже нужно понимать, что это с большими клиентами работает очень, ну, это очень жестко. Каждая, каждая большая крупная компания, это своя собственная, как бы, свой собственный мир, который работает по своим законам, это как бы все понимают, но все не, ну, все, недооценивают, насколько, насколько сильно, еще раз не слышу, недооценивают, насколько, насколько оно может быть, типа, и ты такой, блин, а так можно, как вы вообще в бизнесе, как вы вообще, вам 150 лет, как вы вообще так работаете, и у нас такие удивления очень часто случаются, и они просто иногда выносят мозг, насколько компании могут быть лаггард, ну, то есть, как это, отстающие, ну, или как это сказать, но они все равно делают бизнес, они имеют там 90% рынка, могут иметь поделенного немножко с компетитером, то есть, они там антимонопольное законодательство обходят, но мы знаем, что они имеют как бы majority of customer portfolio, но это все равно так есть. И еще одно, это то, что budget approving process, это, он происходит в циклах, это понятно, мы это сами понимаем, потому что если у вас компания большая или маленькая, то она тоже как бы, мы тоже поживем по циклам сейчас, мы достаточно крупные 9 тысяч людей уже, но у них это очень жестко, то есть, если бизнес, вот есть кейсы, например, кейс Испании, то есть, то есть, кейс Глобального банка американского, который имеет часть delivery центров в Польше, это то, что они живут, ну, то есть quarterly, там были разные, там были 6 месяцев и 3 месяца, и каждые 3 месяца ты репичишь на вот таком вот комитете, как акулы бизнеса, знаете, была когда-то такая, это вот Dragon Team, сидят, сидит, сыграется комитет, и ты ему пичишь, что вот мне нужны деньги на вот такой вот бюджет, на следующий квартал, и они тебе его опрубуют, что ты там криво запичил, они тебе его не опрубнули, и поэтому будьте готовы к тому, что он к вам придет потом и скажет, ну, типа, сори, на этот квартал бюджета нет, и ты такой, типа, окей, какая вероятность, что будет на следующем квартале, он говорит, ну, пойду пичить и, типа, посмотрим, а теперь что с людьми делать сейчас, если команда сработанная, да, если у тебя 50 человек, и из них 20 нужно сейчас дропнуть, либо куда-то переосадить на 3 месяца, а потом обратно выдергивать, и он, ну, он такой, типа, ну, окей, у него, он не очень переживает, у него в preferred vendor list, еще таких, и так дальше, поэтому он такой, ну, не шмогла, то не шмогла, типа, ну, да, то есть, нотабене, to keep in mind, keep in mind, это как раз то, о чем вот я начала говорить, про компетитеров, когда вы входите в большой клиента, первое, что я могу сказать, там уже давным-давно сидят лучшие игроки этого мира, которые прекрасно знают, с кем им переспать, как им зайти, как им подписаться, где кому дать брайп, интересный еще тоже был кейс, это как входят игроки, крупные и очень крупные, там повезли нашего стекхолдера, на, типа, шиппинг-трип, шоппер, прошу, шоппинг-трип в Штаты, ну, чтобы он разважився, и, типа, он слетал туда, они ему выделили какую-то там, N-100 тысячную сумму, на то, чтобы он пошопился, типа, с женой, привезли его обратно, и он такой, нога, типа, с барского плеча, подпишу вам, типа, preferred vendor list, и они зашли, подписали контракт на 5 миллионов. Если вы не готовы так обхаживать стейкхолдеров, то вполне вероятно, что могут быть нюансы с входом в этот preferred vendor list, кроме этих 7 лет, которые нужно на это потратить. То есть, там уже однозначно внутри крупных компаний есть люди, потому что они поддерживают бизнес, они работают, правильно, то есть, как бы мы не рассказывали, какие они лагарды, и какие они все идиоты, и как они криво это все костылями подпирают, и 80-летними девелоперами поддерживают старейшие технологии с 70-х годов, но он уже работает, и оно приносит им деньги, да, и, соответственно, там уже давно сидит кто-то внутри, и, скорее всего, это крупные лого, потому что всегда начинают с тех, кто самый лучший, потому что это самое рисковое решение, кого-нибудь из них захайрит, а не какой-то непонятного вендора, непонятно откуда, и они все, то есть, они не, очень часто они не согласовывают, когда заходят эти вендоры в клиенты, они не согласовывают проект, то есть, они не приходят пичить про позу проекта, там, или RFP, они на уровне C-левела принимают решение о том, что они выделяют определенную сумму бюджета, и вы там, типа, а закиньте мне там, типа, на 400 тысяч человек, ой, на 400 человек, столько-то там миллионов, и вот это они делают, этот сайнов, и потом уже внутри на уровне, то есть, это делается на уровне C-левела, а уже ниже, потом приходит там Head of Believer ихний, там, наш VP, ну, у нас, конечно, там все бегут сразу, потому что понятно, показать, что мы все коммитеты и так дальше, то есть, на нашем уровне мы уже подписываем контракты на конкретные проекты, там, например, на 50 людей, или там на 20, или на 100, на 7, но это уже ниже уровень, когда уже есть это крупное МСА, это как бы legal part, потом подписан бюджет общий, как бы это называется нерамочный контракт, когда в нем не выделены четко суммы, и потом уже в рамках этого подписываются вот такие вот более мелкие сделки, потому что они уже secure, бюджет уже secure. Нюанс, который нужно всегда помнить, когда вы приходите, и вам рассказывают, вы спрашиваете, если вы хорошо делаете, проводите эти переговоры, вы спрашиваете, почему вы ищете нового вендора, что у вас, у вас же понятное дело, есть кто-то внутри, почему вы, почему, почему вам нужны кто-то еще, почему они не справляются, и наши, как бы мы очень все любим, человеческая натура такая, хочет опахаять предыдущих мастеров, да, что они вам так криво плитку положили, так вообще никто не строит, но на самом деле, это вполне вероятно, что делать не стоит, потому что очень большая вероятность, что именно ваш тейк-холдер, скорее всего, из-за хайрила этого предыдущего вендора, и, скорее всего, он либо получит сейчас по шапке за то, что тот вендор не справляется, либо это его уже друзья, кинты, опять-таки, которые повозили его с женой, любовницей, братами, святами, куда-то там на яхте, или ему хорошенько уже дали отката за это, в общем, варианты разные, поэтому будьте очень осторожны в плане коммуникации относительно компетитеров, мы не говорим сейчас про culture differences и вообще процесс коммуникационов, мы не успеем просто зайти за это время, это будет отдельная сессия на следующем курсе и две сессии на том, который будет позже, но вот как бы keep in mind, потому что это могут быть такие вещи, которые вас дропнут в результате переговоров, тем более если это будет, если вы эти переговоры проводите там, где он не один, то есть у меня была такая ситуация, когда у нас сейчас есть действующий клиент и мы зашли туда очень хорошо, там уже суммы перевалили, дошли там до миллиона за этот год и нас завел туда сейл, это его очень хорошее отношение с одними, с тремя из стейкхолдеров, и когда была ситуация, он представлял меня в Лондоне еще одному стейкхолдеру, и мы говорим, до этого мы говорили о том, что у них есть два внутренних, ну, два вендора внутри уже, которые им там делали, фокатят, они ими недовольны, в общем, тра-та-та-та-та-та, и мы ведем переговоры уже с этим, как бы, новым чуваком, это очень все неформально, это было в кафешке, там вышли из офиса, ну, в общем, такое все, такое достаточно расслабленная атмосфера, и в процессе этого я понимаю, что это именно он захарил этих двух вендоров, это просто, как бы, бог в берег, что я так очень, ну, у меня высокий уровень эмпатии, я вычисляю, как бы, что-то не то, что-то у него реакция какая-то не такая, это какой-то, значит, тонкий лед, оказалось, что-то он их обоих захарил, ну, то есть, и, типа, и, соответственно, при говорить, а эти друзья, эти стейкхолдеры, это CFO и Head of Data, и он, типа, Head of Delivery, и было бы просто офигительно, если бы сейчас я его попустила в его вендоры, при них двоих, которые, ну, то есть, это было бы вообще не комитфо, поэтому такие вещи всегда нужно быть, быть аккуратным в коммуникации. Есть еще, значит, о чем говорить, о том, что в процессе переговоров всегда вполне вероятно вас будут пропушивать такими вещами, что вот мы говорили с теми, с теми, с теми, они нам могут сделать и то, и то, и то, и то, это как, ну, типа, шоппинг, да, по меню смотрят, и вот тут эти могут то, и то, и то, у вас этого нет, почему вы этого не делаете? Или, например, а люди ваши вот умеют, чтобы они там прям все multi-stack, и типа, а вы такие, типа, а зачем оно, оно вам вообще надо? Не, ну, не надо, было бы хорошо, а почему бы и нет? Потому что вот им кто-то другой сказал, что они вам еще и multi-stack дадут, да, и они могут сами не понимать, зачем оно им нужно, но приятно такая мелочь, ну, типа. Перламутровые пуговицы, ну, перламутровые пуговицы просто. Да, 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 то есть… Ну, там есть, а у меня нет, ну, что так? Не, ну, что я типа лох, типа, как это вот параллельный отдел, вендор ему дает, там, я не знаю, которые его сеппортируют 24 на 7, ну, тебе же не надо, при чем здесь сеппортируют, у тебя вообще сеппорта нет, у тебя делают pure development от всех до всех по roadmap, которые со всеми согласованы, зачем оно тебе надо? То есть мы можем, ну, правильный ответ сразу сказать, конечно, мы можем, ну, за отдельные деньги, то есть это ж… Ну, ты же хочешь, чтобы было cost efficiency, или ты хочешь, чтобы было так, как у того чувака? То есть тебе первонатровые пуговички, или чтобы хорошо пофигуриться? То есть как бы… Ну, это уже нюансы переговоров, и вот эти все разные тактики, есть фреймворки, поэтому это мы отдельно проговорим, потом с вами позже. На следующей сессии поговорим, да. Я кратко про… коммуницирую, прокомментирую, что у нас происходит в чате, и возьму на пару минут слова для того, чтобы… …что у нас больше будет по курсу. Ты можешь пока перестать шарить экран, я свою презентацию кратко включу. Но 84% нашей аудитории, нас сейчас 350 человек, решили, что они не готовы тратить 100 тысяч долларов на танцы со стейкотами. Молодцы! Мы тоже не тратим. Я с вами абсолютно солидарна. Правильно делаете. Правильно. Это и… Саша, ты начала говорить про курс, то есть на курсе будет фреймворк, я буду кратко о нем говорить. Есть фреймворк, который говорит, там один из элементов продажи, это то, что… Он называется БАТНО, то есть Best Alternative to Negotiated Agreement. То есть вы должны, когда входите в переговоры, всегда понимать, что вы можете, что вы не можете. Оно накладывается на то, что может и не может клиент, и вот здесь вот эта вот серединка, она называется ЗОПА. Такое красивое литературное слово. ЗОНО of Potential Agreement. Да, Potential Agreement. И вот этот ЗОНО of Potential Agreement, он может сдвигаться в процессе переговоров. Мы это все потом с кейсами поговорим и обработаем. Но суть в том, что если вы не знаете из этого вот рамки, типа, а готов ли я его за 100 тысяч таскать его там женами-любовницами и дитями по яхтам или нет. Вы должны знать ту точку, когда вы можете сказать нет и уйти. И это абсолютно правильно, потому что вы должны понимать, куда вы инвестируете свое время. И должен быть респект со стороны того клиента крупного, который тоже должен понимать, что он вас не на паперке подбирает. То есть вы пришли сюда, какой бы крупный клиент ни был, вы никогда не можете быть слишком маленький, чтобы иметь чувство собственного достоинства. И поэтому мы тоже не тратим 100 тысяч. Мы крупные, мы можем повезти за 100 тысяч. Никогда мы этого не делаем. У нас очень жесткий, как бы тоже cost efficiency и подход как бы lean processes. Окей, хорошо. Я могу тебя попросить перестать шарить экран. Я расшарюсь свой на пару минут, потом мы вернемся. У тебя еще порядка 10 слайдов. Я уже раскраснелась с вами тут. Пошла в рамки. Это правда. Но я думаю, что должно быть все окей. Так, хорошо. Если мою презентацию видно, поставьте мне, пожалуйста, плюсик. У меня очень просто, у меня PDF-ка. Как вы знаете, во время вчерашнего вебинара я проводила с вами опрос по поводу того, как вы считаете, как вы оцениваете, насколько вы готовы к шторму. Оцените, насколько вы готовы. Вот просто скриншот. Только двое процентов участников всего вебинара сказали, что они готовы и оценивают свою готовность на пятерочку. Если брать от одного до десяти, то они оценивают на пятерочку. Большая часть участников все-таки попала в первые четыре квадранта. Соответственно, нужно признать, что по сути сложно быть готовым к такому черному лебедю, который заплывает вообще внезапно, неосознанно, для кого-то более предсказуемо, для кого-то менее, но нужно признать, что мы находимся с вами в основном в этой ситуации первый раз. Кто-то, возможно, проживал 2008, кто-то, может быть, и только не так давно начал бизнес, поэтому это первая рецессия, в которой мы все с вами оказались. Что происходит сейчас на рынке? По результатам нашего исследования в статье, которую Павел Обет, мой партнер, опубликовал не так давно, но, ну, в целом нужно признать, что аутсорс украинский и те ребята, которые принимали участие в этом вопросе, в среднем похудели порядка на 30%. Наша задача сейчас собрать нас всех вместе для того, чтобы выйти из этого шторма в плавное плавание вместе, для того, чтобы образ нашей страны и нашей ниши, он был такой непоколебимый, четкий и стабильный. Клиенты наши сокращают объемы, сделки закрываются сложно, сделки, видимо, только у Антонины закрываются. Количество... Наврочь! Ты что-то почем стучать? Найдем тебе. Я не знаю, постучи по всем, чем хочешь. Каждый из нас, как лидер своего племени, своей компании, должен принимать очень тяжелые решения и должен принимать их все больше и больше со скоростью света. Соответственно, что можно делать? Мы можем всегда сказать, ну, я как бы сильный, классный, и я с этим всем справлюсь. И это правда. Мы можем сказать, я почитаю книги и найду там ответы. И это тоже правда, это тоже работает. И можем заручиться опытом и поддержкой сильных лидеров, с которыми вы общаетесь вот сейчас три дня подряд, и ссылка на курс, на регистрацию которых у вас висит в прикрепленном сообщении. На самом деле, конечно, мы вас ждем на нашем курсе, на котором мы собрали трех спикеров с Антониной. До сегодня вы не были знакомы, но вы стали с ней знакомы уже сейчас. Вот она полчаса очень четко качалась. Спасибо вам за позитивные отзывы. И она продолжит свою презентацию после моего короткого вступления. Антон и Алексей Скрипник проводили уже курс год назад. И отзывы, на самом деле, сумасшедшие. Вы можете посмотреть их на странице. Там есть видео, которое мы записывали прямо на graduation, где ребята говорят, что это лучшее, что с ними могло случиться в этой стране, что это круче, чем MBA, потому что в MBA много цифр, много абстракций. А здесь конкретно, четко и честно, с искренними историями, с такими неудобными вопросами, и неудобными ответами, которыми вчера делился Антон в том числе. Да, очень честно, без прикрас, без булшита. Просто это рудына, в ДНК которой делится откровенно и честно. Мы начинаем 27 мая и ждем вас на этом курсе. Если кратко, несколько причин, зачем идти. Первое, принять опыт спикеров, да, где еще можно поучиться. Второе, конечно, вы можете... Мы будем прокачивать три ключевые аспекта. С Антониной мы будем работать по клиент-менеджменту. С Антоном Алексеем мы будем работать по двум другим аспектам. Тактики... Мы будем проговаривать о том, какие тактики и стратегии работают сейчас или не работают, как ваше лидерство и ваша роль как SEO определяет масштаб вашей компании. И следующий аспект, который ценят в основном участники наших клубов, это то, что люди, которые приходят на такие курсы, они потом знакомятся. Мы для этого будем создавать для вас игровые прикольные услуги. Будут групповые занятия, будут парные занятия. Вы будете знакомиться с другими SEO, которые тоже заплатили деньги, которые тоже работают с такими же проблемами, у которых тоже подобный бизнес, и которые тоже готовы работать с вами для того, чтобы, возможно, дальше партнериться и создавать новые вещи круче вместе. Предыдущий выпуск нашего курса, который произошел в апреле в прошлом году, там очень много получилось точек синергии, знакомств, общения, и ребята дружат и общаются и со спикерами напрямую до сих пор. Здесь отзывы. Я просто призываю вас посмотреть на лендинге эти видео. Они все коротенькие, абсолютно искренние и записаны в режиме реального времени. Кто-то уже поднял свой DPM до 70% прямо во время курса. В общем, есть чему поучиться и есть что взять. Если говорить о важных моментах тактических, то вы должны понимать, что пакетов у нас всего лишь три, и вы можете приобрести курс минимальный за 790 долларов, второй пакет стандарт – 1200 долларов, и третий пакет – 2500. Они все отличаются. почитайте обязательно ваше наполнение. И важно понимать о том, что консультация одна часа с спикерами подобного уровня стоит дороже. Регистрация открыта до конца пятницы. 10 занятий в режиме реального времени только для вас. Еще у вас будут бонусы. Мы приглашаем вас в клуб для собственников, для SEO. Называется он Growth Factory Academy. У вас он будет месяц, целый месяц бесплатно. Там у вас будут бесплатные консультации с менторами по вопросам финансового менеджмента, юриспруденции, по маркетингу, по продажам, по HR, по всему, чему вы можете взять. И у вас будет более 120 часов профильного контента, который мы за год существования клуба наснимали и за все предыдущие годы. То есть вы можете зайти, отключить Netflix и просто месяц наслаждаться этим огромным-огромным бонусом. Мы вас ждем. Регистрация у вас есть. Мы остаемся с вами на марафоне. Будем рады вас видеть на курсе. С Антониной, Антоном и Алексеем. Да, вот Антон подтверждает. Супер. Тогда давайте продолжим. Антон подтверждает, что огромная польза от нетворкинга. Он до сих пор помогает участникам. Вчера созванивались и обсуждали кейс с Иваном. Так что готовы делиться и работать вместе с вами. Да, я тоже могу со своей стороны сказать, что это опять отсылка к самому началу, о чем мы говорили с вами в интро. Это то, что нетворкинг – это все. То есть это главное, то, что вы должны были бы взять и потом как бы leverage. Воспользоваться, да. Воспользоваться, а потом в своих целях, так это будем называть, и наложить свой опыт на ту информацию, которую вы получите. То есть чтобы оно дало синергию, абсолютно согласно. Это очень важно. И это очень круто, когда собирают крутых людей и дают им информацию, как бы пищу для мозга и челленджа. Потому что очень круто, когда к тебе приходят. Я помню это со своих сетей, на которых я была, и за границей, и тут. Это когда ты приходишь, и есть разные типы людей, как они воспринимают информацию. Если кто-то приходит такой, типа, я все знаю, я там прочитал 38 книг, или каждую бизнес-книгу, которая выходила. Я сразу вам скажу, что я не читала каждую, и половину из тех, о которых люди писают по ногам кипятком, это для меня просто был такой, не просто bullshit, а, ну, то есть, не буду их назвать, могу назвать, поэтому, ну, такое. И оно для меня настолько obvious было. Просто вопрос в том, что это тебе оно сейчас просто не заходит, потому что тебе этого не нужно. Ты живешь в другом контексте, на другой фазе цикла своего, и у тебя, возможно, совершенно другой опыт, и, соответственно, для тебя это элементарные вещи, а для кого-то это просто открытие глаз. Вот для меня я могу привести пример такой позитивный, который, возможно, кому-то покажется смешным. Есть книга, которая называется «Our iceberg is melting» про пингвинчиков. То есть это про менеджмент, но я не помню, кто автор, я никогда не запоминаю авторов, для этого есть Google, мне нужно засорять свои мозги всяким говном. То есть оно описано в формате как бы такого сюжета, там пингвинчики живут на острове, на айсберге, у них, они узнают, что у них внутри раскол, и скоро он, то есть развалится, и нужно что-то делать. И там описано это то, как они будут… Я себя начала где-то слышать параллельно. Не-не, не знаю. Вроде бы все в порядке. Окей. То есть, в общем, они узнают, что такая ситуация, как они будут ее менеджить, то есть как они формируют команду, кто какие роли исполняет и так далее. И для меня было открытием то, что вот я до того, когда это было на МСТМе, и для меня было открытием то, что я в процессе вот этого разговора, прочитания, поняла, что я нашла четко свою роль, которую я исполняю в процессе, потому что я не менеджер, я не люблю менеджить людей. Для меня это хуже, для меня нету, чем сказать, вот это твоя команда, иди с этими, типа, бейбиситой людей, делай вот это HR, вот эти вот daily stand-up, принимай от них, типа, как они вот эти таски делают, а кто-то не делает. Я бы убила. Ну, то есть я абсолютный такой стопроцентный enabler, doer, супер-перформер и как бы перфекционист. Все в одном флаконе. И это очень плохо с точки зрения того, что для менеджера, если бы мне дали команду, я бы просто ее выжгла, и я это знаю, потому что я хочу, чтобы люди двигались со мной в одной скорости. Они все на это способны, но это не значит, что люди плохие. И то же самое вот в коммуникациях, ну, это отдельно, да. И в этой книге стало для меня открытием. Вы спрашивали о книге, она мне просто, ну, так зашла, там есть роль, которая, то есть это же я, то есть я, потому что все время ты себя спрашиваешь, ты менеджер и ты лидер, и вот эти вот все эти, вот эти все эти war, да, вот эти вот все батлы, типа, а менеджеры, а как быть лидером и не быть менеджером, но быть лидером. И вот это вот все, вот это вот все, эти все разговоры, оно как бы мне вообще никак не ложилось, потому что я лидер по натуре, но я менеджить никого не собираюсь. Можно я не буду менеджить людей, но я буду менеджить процессы, проекты, коммуникации, enablet, двигать вперед и так далее. И это книга мне зашла. И поэтому она такая basic, кто-то прочитал и сказал, боже, какое-то фуфло, что они нам дали, мы тут мастер уровень получаем, а не какой мастер дегри, а они нам какой-то детский сад дают читать. Каждый берет то, что ему ляжет, и каждый с этого получает максимально то, что в этот момент релевантно для него в опыте. Так, наговорила вам кучу дохлых огурцов, возвращаемся к нашим баранам. Хорошо, у нас в целом осталось минут 20, и еще есть немного вопросов. Много вопросов, окей. Ну, ты тогда посмотри, насколько они вопросы экстренные, и если что, то ты меня стопай. Мы все равно все покрыть не можем, я пытаюсь дать как можно больше, я не знаю, ли люди успевают за моим темпом, но это для меня 80% моей скорости обычной, но я надеюсь, что вы все-таки успеваете. Смотрите, значит, тогда давайте хайлебельно, скажем так, основное, а потом уже дрилдаун будем делать либо на курсе, либо там отдельно уже на каких-то других ивентах, если вам будет это интересно. Какие основные проблемы в процессе кооперации в деливере с крупными клиентами? Это то, что очень низкий уровень респекта, как бы это печально ни звучало, и доверия к аутсорсерам как таковым, потому что они привыкли у всех там это, все помнят про Коста-Рику, все помнят про Филиппины, все помнят про Индию, про моя твоя не понимать и так дальше. Условно, но как бы об этом мы поговорим отдельно, что не все так плохо с деливери этих компаний третьего мира, как мы хотели бы, чтобы было плохо. Но есть low level of trust, потому что очень часто бывает так, что эти команды собираются вот так вот, либо как throwing bodies over the fence, подписали там на 10 миллионов, а ну застав мне там типа вот на этот проект кинь мне на эту программу 100 людей, и тебя какого-то туда зафигачили, кто их будет менеджить, как они там анбордятся, как они, то есть скрамов скрам, или же вы вообще, каким оно макаром там работает, и кто будет этим все как бы responsible за то, чтобы драйвать эту команду. Его нету. То есть очень часто был очень негативный опыт у крупных игроков, когда это либо блок Blackbox Solutions, который типа вот мы вам develop, да, вот мы вам даже вам что-то какие-то дэво показываем, а потом вам это все фигачим, и ты смотришь на это, ну они смотрят на это, и понимают, что оно вообще не лайнится. У нас сейчас была та же самая ситуация с клиентом в UK, это то, что им вендор мировой, с мировым именем, который имеет свой продукт, они его купили, и они дали команду, которая будет мейнтейнить, и должна была за тобой варить, то есть как бы alignment для их инфраструктуры, конфигурацию сделать, да, customization. И они как бы, да, мы все сделаем, бьют себя в грудь, разрывают на светильняшку, и в результате приходит дедлайн, они приходят на дедлайн, и вот типа вот вам вот модули, вот мы вам выгрузили. И они когда начинают в этом всем разбираться, а там то не так, то не так, бизнес-реквайрменты не совпадают, оно ничего не работает, оно все падает и так дальше, и начинаются вот эти вот все переписки. Ну, в общем, чтобы вы понимали, даже большие игроки лажают, и лажают очень часто, то есть большинство крупных клиентов, куда мы пробиваемся, у них уже однозначно внутри сидел Accenture, и нам сразу по секрету говорят, что типа McKinsey там или Accenture уже это делали два раза, и типа и облажались по полной программе, если мы сейчас это не сделаем хорошо, то у нас было тоже с одним клиентом третий раз типа попытка, если мы не построим этот таверхаус, то нам, короче, всем будет пипец, и мы все уйдем просто в сторону моря с пакетом без золотого парашюта. И они лажают, потому что и в этом проблема, то есть это кладет большое негативное пятно на весь аутсорсинг, потому что если такие крупные компании, которые просто вау, 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 и все равно лажают, то вы типа тут пару людей пришли рассказывать мне непонятно откуда, что вы сделаете крутой solution, или уж вы классно заменеджите мою программу, программу в плане целую программу, или инициативу в середине компании. Есть такие prejudice, плюс они очень локают на себе ownership, очень часто у нас сейчас эта ситуация в Испании, например, в одном из клиентов, это то, что они, это может быть менеджер, который типа ему дали повышение, ура, и он, соответственно, типа закрывает на себя все, он пытается как многорукая шива делать и то, и то, и скоп, и грумить, и фэнкшенэлити брейнстормить бизнес-стейкхолдерами, и тестинг, а ну тестинг мы как-то параллельно, а вот это вот, то есть один человек-оркестр, и он не дает тебе зайти никуда, никакой коммуникации, пробиться через него ты никуда не можешь. И, соответственно, он полностью локает на себе ownership любого сервиса, который ты даешь, и твои люди полностью от него зависят, и он твой главный стейкхолдер. И ты не можешь сказать, что чувак, ты что не понимаешь, что ты не можешь одной рукой тестить, другой рукой девелопить, третьей рукой проводить интервью с тех экспертами, четвертой рукой с бизнес-стейкхолдерами, которые дают функционал, такие хай-левельные бизнес-рекуайрменты. Это невозможно, пусти нас, у нас есть БА, у нас есть ТОТО, он не хочет, потому что он тогда потеряет свою кредо-вылочку, потому что он только пришел на позицию. И это нужно очень аккуратно в таких случаях с коммуникацией. То есть, ну, лучше не брать на себя этот ownership, а если у вас уже люди внутри, перехрестилися и пошли працювати, собескокину тихенько, и разбираетесь по ходу дела. То есть, если вам не дают этого ownership, не вырывайте его зубами, потому что вполне будет, возможно, ситуация, то, что вы его, типа, получите, и потом из-за него, или из-за того, что он что-то не заменеджил, или вам не дал, ну, это же наш enterprise, все живут, там, правая ноздря, знаю, левую ноздрю, не найдешь, чем с местом, да. То есть, и у вас потом что-то пойдет не так, и он скажет, а, нет, это не я, это они. То есть, аккуратно с этим риском. Значит, ну, остальные, это понятно, то есть, может быть, низкий, низкий access, доступ, низкий, малый доступ к апдейтам по информации, это понятно, стратегические какие-то вещи, политические вещи внутренние, какие-то вопросы по тому, куда, опять же, вот этот вот budget cycles, вы понятия не имеете, куда меняется направление в компании, куда ветер дует, и выделят ли бюджет, не выделят, и вы, ну, вы не можете этого спрогнозировать, и как бы там точно так же, как и я не могу. То есть, мне как client-партнеру с крупными клиентами очень тяжело, потому что у меня, например, была ситуация такая на прошлой неделе. Провели в среду, по-моему, провела one-on-one с head of product, значит, засекюрили, то есть, получила подтверждение того, что у нас команда засекюрена до конца, боже мой, как он называется, September, Verizon, сентябрь. Все хорошо, то есть бюджет есть, все есть, потому что мы делаем основной продукт, в который сейчас заходят у них клиенты ихние. И в пятницу вечером мне приходит, пересылает информацию, ихние легалы прислали, мы там дальше будем об этом говорить, легалы прислали письмо, что ваш so terminated, типа в джулайе, ну, то есть, как бы она заканчивается, и все, никто ее продлевать не будет. И ты такой, типа, seriously? This is how you work? I mean, ну, как бы, оно так не может быть. Я ему пишу, а он уже в офис с детьми, чертом там знает где, а у меня впереди выходные, и я, короче, в шоке от вообще-то этой ситуации, как это возможно, мы с тобой, чувак, вчера говорили, тут такая хрень. Он мне подписывает, и я в этом плане, в этот момент успокоилась, потому что я всегда себя, как бы, очень критично к себе отношусь, и он, типа, пишет, типа, ты знаешь, я от тебя узнаю эти новости, я бы не в курсе, я не знаю, что тебе ответить, я к тебе вернусь, когда вернусь, обратно, когда вернусь на работу. То есть, вот такие вот он предиктит вещи, мы потом будем говорить про black swans дальше на следующих слайдах, то есть, вы их не можете стогнозировать. И вот это абсолютное no transparency into the processes and internal situation, это реально убивает, и очень, ну, это очень сложно, это нужно, над этим нужно работать, чтобы получать таких, такие вот внутренние инсайты, да. Но об этом можно говорить отдельно и на курсе, как вот этот фарминг делать, как пытаться залезть внутрь этих стейкхолдеров, и, ну, в общем. Есть ситуации, когда они могут не хотеть или не мочь поделиться с вами какой-то информацией, потому что есть определенные security issues, про которые вы не знаете, а про которые они вам даже сказать не могут. То есть, они могут какие-то вопросы просто не обсуждать с вами по определенным причинам. И, опять-таки, вы можете не понимать, в чем причина этих причин, да. То есть, всегда нужно запоминать о том, что enterprise – это свой организм, который годами, в данном случае это могут быть сотни лет, когда оно выстраивалось, и уже никто, как в том эксперименте, уже никто не помнит, почему нельзя трогать банан, да, эксперимент с обезьянами. То есть, почему его нельзя трогать? А потому что тут так заведено. Ну, типа, и, соответственно, а почему вы не отвечаете? Ну, мы не можем вам давать эту информацию. А почему? Ну, а потому что гладиолус. Ну, то есть, и дальше делай, что хочешь. Очень часто отсутствует внутренняя слаженность между стейкхолдерами. Мы об этом чуть-чуть уже говорили. Это то, что если один департамент что-то делает, это совсем не означает, что он не контрадиктит интересы другого департамента. Это во-первых. И во-вторых, если опуститься на более низший уровень, это то, что стейкхолдеры могут вообще дупля не отбивать, что реально хочет их босс, или что хочет тот чувак, который будет делать финал сайнов по бюджету. То есть, у нас есть, например, ситуация сейчас, это то, что, то есть сделки, которые, как я говорила, мы сейчас закрываем уже фактически, дай бог, закроем, это то, что мы, был изначально один стейкхолдер, с которым мы делали продажу, с которым я встречалась в Лондоне еще, когда был, ну, то есть в марте я оттуда как раз перед Моялей прилетел, и сразу забилдовалось. То есть, ну, в общем, там было все successful. И мы сейчас с ним ведем переговоры, и у нас открываются новые opportunity. Он говорит, а я бы хотела, вот у меня есть чувак, вот ему нужно столько-то там людей, а вот ему бы там такую команду, и еще вот есть такая opportunity и такая. И как-то так получилось, что он выпал там на неделю из коммуникации, и я начала прорабатывать, потому что он свой проект уже согласовал, и сказал, вот есть те люди. И его проект согласован, уже внесен в МСА, которую наши легалы согласовывают, и мы прорабатываем другого, ну, то есть следующего стейкхолдера, которого он рекомендовал. Я его спрашиваю, а он в твоей команде, он тебе репортает или как? Он типа говорит, нет, мы как бы с ним взаимодействуем. Вот так обтекаемая фраза, то есть тебе же никто, когда ты с ним вот так разговариваешь, ты же не можешь сказать, а с кем мне свою оргстракцию? Типа, кто там кому репортает? Расти Матрикс или еще чего-нибудь? Ты же не можешь так сказать, это будет слишком пуши и некрасиво. А ты же билдаешь релэйшншипы, да, как бы лонгтером, строящий себя блондинку. Ну, как бы это было проще? Ну, это было легче, если бы все дали ключи, да? Ну, к сожалению, это работает только на ранних этапах, потому что потом, когда ты проводишь переговоры, и они понимают, с кем они имеют дело, оно уже не канает. То есть это можно воспользоваться только вначале, потому что они потом понимают, что типа цвет волос ни о чем в моем случае не говорит. Нет, ни о чем сейчас даже. Вы время не съедали. Короче говоря, этот стейкхолдер, с ним я согласовываю следующие два проекта. Вот он сказал, мы расписали, мы уже нашли людей, которые будут под эти проекты подходить. И мой delivery director говорит, все, ну, давай подписывать, давай впихивать их в MSA, и давай выпихивать им на legal, чтобы они согласовывали. Я говорю, мы не можем так сделать, потому что это неправильно. Изначальный стейкхолдер, тот чувак, то есть его проект, я должна от него получить еще раз final confirmation, типа, что он тоже окей, и мы двигаемся дальше. И я к нему, ну, все были очень недовольны, я знаю, он это во мне не показал, но он, то есть, другой у него, другой стиль коммуникации. И я возвращаюсь опять к этому стейкхолдеру, и в результате long story short, он говорит, типа, что тот чувак без него принять решение не может. Это во-первых. Во-вторых, то, что он там нас согласовывал, то он хай себе там нас согласовывает. Он до этого должен был подать бизнес, как бы, бизнес application, как бы на этот бюджет, на эту команду, и это этот должен посмотреть, и плюс к этому еще другие люди должны посмотреть. И он говорит, да я об этом не знаю, а почему, типа, я об этом не знаю? И он приходит, ну, это было так все сглажено, это все было потом так красиво, я его позвала на кол, и мы на коле, я говорю, ну, вот сам, вот там чувак говорил одно, он просто такой был очень энтузиастик, наверное, потому что у него есть urgent need, и давай ты мне скажешь, вот, final, как ты видишь это, и мы заалайним вот эти вот его видения на твое видение, и это все сделаем в legal документы, тогда я это все зашлю на типа... То есть это все нужно было сглаживать. Но если вы представляете себе ситуацию, если бы я зафигачила это все на legal, а он вообще не в курсах, и сказать, ну, он очень сдержанный такой человек, но сказать, что он бы был сильно рад, и сильно видел бы траст потом в моем relationship, и считал бы сильно, что я профессионально поступила, я думаю, навряд ли. Поэтому вот у них может быть абсолютно не быть alignment, там, между stakeholder, кто что хочет, и кто что может, да. Поэтому это всегда, всегда нужно иметь в виду. People on-site очень часто, они хотят людей на on-site. А почему? А потому что они так хотят. Потому что они привыкли, что они работают с локальными контракторами, либо с локальными agency, которые им поставляют, поставляют, да, поставляют людей в как бы agency, с которой вот ты захотел, и они тебе вот заставили людей. И они хотят, чтобы люди сидели вовсе. Почему? Потому что они все менеджеры, они overloaded, overbooked, и вообще, и вообще. Они не хотят менеджить кого-то непонятно где. Возвращаемся к первому пункту, они нет доверия аукторсерам, потому что очень мало, когда есть successful cases, когда команды distributed, хоть бы мы там бились головой, там, я не знаю, в семи пяги волгу рассказывали, какие мы крутые, но все равно фокапят команды, вы же сами это понимаете, вы это знаете. Все равно нужен какой-то менеджмент, все равно нужно, и, соответственно, они хотят, он знает, это легче, на стендап позвал, всталил ему там по полной программе, подошел, посмотрел, что он там делает. Ну, в общем, вы понимаете, это всегда проще, команда до кубки тримается, и, ну, эта проблема будет для нас и для вас, для всех, потому что это налоги, это legal разрешение, без legal разрешения уже практически никто не хочет работать, если раньше можно было заслать людей, и они типа по бизнес-визе приехали, как мы писали в letters наших по invitation, мы проведем quarterly negotiations, там типа по стратегических, там типа, то есть мы не на работу, мы так поговорить типа с клиентом, оно уже так не работает, уже прямым текстом все говорят, потому что вы знаете, что пошел Basel 2, то есть это банковская регуляция, но это тоже самое относится и к налогам, и есть вопросы GDPR, так как мы не в EU, а мы пользуемся, работаем с их информацией, и это все связано, в общем, они не хотят этих рисков, потому что, опять-таки, они все менеджеры, все сидят на своих стульчиках, и каждый хочет на этом стульчике досидеть до того момента, когда он получит опцион на shares in the company, золотой парашют, и красиво уйдет на пенсию жить в Майами, поэтому они хотят поменьше геморрорина, и люди на он-сайте это могут им больше дать, чем люди, которые работают непонятно откуда. Communication pitfalls, коротко, ну то есть я уже часть из этого покрыла, например, всегда помните, что, то есть никогда не играйте в политику, если вам один стейкхолдер, за то, что вот, например, тот же кейс, который я только что покрывала, один говорил одно, второй говорил другое, я бы могла прийти и сказать, да он у тебя дебил вообще, непонятно какой, простите за французский, и что это он мне такого наговорил, и так дальше. Откуда я знаю, может они кенты между собой, может они прекрасно между собой до этого общаются, и просто реально чувак очень enthusiastic был, потому что у него есть urgent need, и ему нужно было, и поэтому он так интенсивно, вот он был уверен, что ему все согласуют, он забыл про то, что ему это еще все согласовать надо, а не оно себе само упадет с неба. И никогда не играйте в политические игры, никогда не вникайте, кто на кого там гонит бочку, уходит в бочку, никогда, потому что вы все равно проиграете. Они останутся, это ихняя компания, они мне работают, а вы уйдете, и придет другой вендор, который будет более угодный для них в плане коммуникации. Не думайте, что вы типа, а я всех перехитрил, я типа тому сказал то, а тому то, вы проиграете. Никогда. То есть у меня, я по этому пункту, есть очень много примеров, но я сейчас не буду, потому что как бы main thought, и дальше короткие комменты побежали. Only official communication. Очень важно всю коммуникацию, важную коммуникацию проводить в имейлах. Follow-up, погоджение road map, подтвержденный бюджет, то, что команда работает не на он-сайте, а софт-сайта, то, что человек уходит в отпуск, что он работает не по US-тайму, а по Central Europe-тайму, или там, все должно быть в имейле. Почему очень много, ну вы знаете, что имейл это legal document, и соответственно, а где у вас это написано? Я же не помню, что мы такое обсуждали на коле. Но вообще-то, чуваки, мы все колы записываем, ну я, например, стараюсь записать там, где это можно, чтобы они не знали. Но я им этого сказать не могу, потому что это все, это конец. Но стуть в том, что чувак, я знаю, что это говорил, потому что у меня фактически как это фотографическая память, и не только на текст, то есть я знаю, что это говорил, и ты знаешь, что ты это говорил, и ты знаешь, что я знаю, что ты это говорил, но это не поможет. Поэтому вот держите такие все вопросы в имейле, и точно помните, что они у вас сохранены, потому что у нас был нюанс, например, с одним из клиентов, это про паблики стади. Они дали согласие на то, что мы как бы на сайт выгрузили информацию с ихними лобов. И, значит, потом в какой-то момент я перебрал этот аккаунт, и там идет коммуникация, фарминг, и я говорю, что вот мы хотим использовать кистади, туда-сюда, хотим сделать общий ивент, в общем, мы делаем там фарминг, хоро говоря. И в какой-то момент мне в 7 часов вечера прилетает от ихнего хэда в маркетинг, и в копии стоит CIO компании, имейл, в котором, типа, ну, не говоря матами, а так дипломатически, но матами написано, типа, вы что вообще охигели? Убрать кистади с сайта, оно не имеет права там быть, кто вообще-то согласовал, и вообще, и там, короче, телега. Я просто холодею, и думаю, ну, чья дурна, чеконья пьяная, я не понимаю, я же знаю, что оно было согласовано. Я поднимаю все имейлы, я начинаю, у меня этих имейлов нету, потому что до этого вел аккаунт другой человек, и я поднимаю все у них. Но предварительно у меня хорошая коммуникация с маркетингом нашим, потому что я делаю весь бизнес-девелопмент для финансовой вертикали, я вам об этом говорила, и все вот эти ивенты, кампании, это все проходит через мои руки. Все какие стадии, которые писались, это я отстала, поэтому я знаю, что оно было согласовано, но просто не мной, для этого был определенный человек. Короче, мы подняли эту всю информацию, и оказалось, что тот СИО, который стоит в копии, он-то и дал добро на то, чтобы его там разместили. И я подняла эту всю информацию, убрала его из СИСи, и написала ей отдельно, что вот там такая, опять-таки, это нюансы коммуникации, потому что мы с ней общались первый раз, и она хэдоу-маркетинг компании, а мне нужно с ними паблик-эвенты, и я говорю, смотрите, вот тут, наверное, возникла какая-то мискоммуникация, во-первых, кисть стадии убрана с сайта, в ту же секунду вы можете проверить уже, я вернусь завтра к вам, я знаю точно, что было согласование, без этого мы никогда бы этого не сделали, оно уже убрано, вы можете проверить, завтра вернусь к вам с дополнительной информацией. И она такая, я так понимаю, что ей отлегло, на следующий e-mail я отбираю оттуда этого CIO и пишу ей, что вот невозможно какая-то мискоммуникация получилась, но мы согласовывались с маркетинговым департаментом, возможно, типа девочки ваши согласовали, а до вас оно как бы не дошло, может это просто не ваш уровень, чтобы вы там не были туда-сюда, и вот он, Бен, там этот чувак согласовал, этот согласовал, все как бы в порядке. Если есть нюансы какие-то, то давайте я заберу как бы какие-то вещи, которые вам лично типа не окей, и мы это все адаптируем. То есть был вот такой вот кейс, да, и, конечно же, туда добавляю все эти e-mail. Если бы не было этих e-mail, ну, вы понимаете, нам бы пришлось проходить весь этот этап от самого начала. Он и так занял у меня полтора месяца с ней, потому что она попросила, ой, там такой дизайн, а почему такой дизайн, а давайте дизайн поминаем, ну, вы представляете, маркетинг, дизайн, вот это вот все, кнопочки там, цвет не такой, потому что оно было согласовано, он же согласовал, и вы согласовали. В общем, это все, понимаете, заняло еще полтора месяца. Дальше. В общем, все держите в e-mail. Italian Strike. Вам могут сказать, это крупный как бы кусок, но это я только так очень коротко. Вам скажут, да, мы все сделаем, да, без проблем, но никто ничего делать не будет, потому что, а что это, их обязанности, им деньги платят за другое, они деньги не платят за обслуживание вас и за то, чтобы делать так, чтобы вам было комфортно работать с этой компанией. И если у них какие-то contradicting interests, а мы перед этим говорили, что их может быть, вагон и маленькая тележка, соответственно, абсолютно вероятно про то, что, особенно это любят делать испанцы, то есть они могут со зла, могут не со зла, то есть они просто, вот такая культура у них, но если со зла, могут и со зла делать, да, то есть если какие-то другие интересы, или, например, внутри есть индусский вивендер, и этот чувак сам индус, только непонятно, что он будет пропихивать подсознательно, то есть это мы сейчас про психологию говорим, но не будем в это уходить, для этого есть отдельная тема, он будет подсознательно по-другому воспринимать это все, да, то есть это может быть Italian Strike, что-то такое, когда вам говорят, да, все сделаем, но мы же идем, ну вот вы, как вы видите, я вот шаг сделал уже, вот я уже, я вот даже уже, конечно, я же уже бегу прям, понимаешь, как лемурз, который там бежит со скоростью 3 метра в час, когда у него, как это, в опасности ребенок, а так двигается со скоростью 2,5, я вот стараюсь, а ты опять чем-то недовольна, понимаете, то есть такие вещи, поэтому нужно очень аккуратно понимать коммитменты с их стороны, дедлайны, и реально, как мастеры то, делают они что-то или не делают. Еще один очень важный вопрос, это будет отдельно покрываться глубоко, я бы хотела, по крайней мере, это покрыть, если вы захотите, кстати, Саша могли бы спросить, чтобы они хотели покрыть на, что это будет, потому что мы же можем, ну, информации очень много, я могу перешейпать, если как оно людям ляжет, то есть о чем-то... Да, напишите нам, пожалуйста, в чате, для того, чтобы мы успели еще доформатировать, может быть, свою программу, какие темы по client relations, это вот будет епархия Антонины, было бы интересно... По продажам, по пресейлам, по продажам, по пресейлам, по стейкхолдер менеджмент, по фармингу клиентов, все написали, что фарминг плохо умеют и не умеют... Не умеют плохо, не переживайте, я тоже плохо умею делать фарминг, его никто не умеет делать хорошо, поэтому это нормально, но будем учиться делать лучше, это так. Окей. У нас есть еще вопросы? Можно я закончу на этом слайде, просто одно реченье. They are trained to push and bargain. Люди, которые профессиональные байеры, скажем так, будем называть, профессиональные менеджеры, там, генеральные менеджеры, CIO, COO, whatever, или там уровень... Короче, они заточены на то, если это даже не прокурормент, они заточены на то, чтобы сбивать цену, чтобы вам выкручивать... Это их задача, потому что у них точно так, как вы понимаете, у вас. И поэтому они будут строить коммуникацию так, они могут ее делать очень токсично. У нас был кейс с одним клиентом из Big Four, который просто выпалил всю команду, там 25 людей ушло за год. Это было просто каждое... И сейчас есть тоже еще один клиент из Big Four. Когда каждый имейл начинается, когда я разговариваю с клиент-партнером, он там говорит, у него уже команда мемы пишет, типа, там какой-то такой кот офигевший, или сама такая с кофе, и они получили подпись, типа, Андрей вернулся сразу, типа, с кола с клиентом, или типа, что-то там в таком роде. То есть каждый имейл начинается с эскалейшена, и все в копии, 20 людей, там, типа, и везде знаки оклыку, и везде хипс локс, и типа, urgent issue, и каждый второй имейл, это urgent issue. Ну, чувак, то есть они научены это делать, особенно если там внутри сидят те, кто когда-то был аутсорсером. То есть это индусы, это какие-то там интермедиари, там, компании, которые работают с партнерами, или еще что-то. Это ихняя работа. Они, это ассерверы, которые пришли для того, чтобы это делать. Если вы попадаете на такой, они не все такие, понятно, но если вы попадаете на такой профайл стейкхолдера, ну, в общем, это, вчера было виски, я не пью, но как бы, как бы, indifferent to alcohol, но как бы, тут я не знаю, что там, Алекс говорил бегать, там, на килограмм, на велоситет, но это тогда нужно, не знаю, Iron Man бежать, потому что, что я могу сказать, удачи. В общем, это было. Вопросы какие-то, или еще что-то? Да, я думаю, можем пока прекратить, шарить презентацию, чтобы тебя было лучше видно. Всю твою прекрасную харизму, тебя очень хвалят, и шлют тебе тысячи, я отключила, я видела, какой был вчера срач в чате, и вчера, и вчера, и я себе его не открываю, ребята. И это, чем он you, пришли сюда учиться, сидите и учитесь, не нравится, кнопочка follow, и бережете своих полтора часа времени, и не паритесь. Так что, я в этом не просто, я жду только людей, которые хотят что-то здесь получить. Мы с вами с самого начала проговорили, поэтому чат я не вижу, честно, поэтому говори мне, что там какие вопросы, я буду читать вопросы и слайды, тут уже по 16 апплотов. Какой бюджет вы тратите на пресейл, сколько может стоит взять такого крупного клиента? Есть у тебя customer acquisition cost, benchmark? Значит, смотрите, customer acquisition cost есть в компании, шарить я его не буду, коню понятно, у меня подписан NDA. В зависимости, скажем так, это зависит от размера клиента. То есть пресейл, мы стараемся, в каждой компании, я сейчас, во-первых, не забывайте про то, что я не говорю сейчас про софтсерв, то есть я хоть в софтсерве работаю, но я имею, как бы, вход и как бы инсайты как минимум в 6 компаний, поэтому вот эта информация, она не, это не только информация, софтерв, это сборная солянка того всего, что есть на рынке крупных игроков, которые во Львове имеют там офисы или основную какую-то часть во Львове. Поэтому могу ответить так в целом. Каждый юнит, или там каждый департамент по-разному для себя, в зависимости от того, как структурирована компания, имеет свои подходы к тому, сколько денег выделять. И каждый там, у нас это называется CSL, customer success lead, он говорит, ребята, вот у меня есть свой залог на бюджет, из него я отберу там на наши там корпоративы, туда-сюда, маркетинг и пресейлы. И вот поэтому он и отделяет. Что я могу сказать по времени, например, если вы проводите хорошую квалификацию, то пресейл не должен занимать там, ну, во-первых, что такое пресейл, что вы подразумеваете, подать, об этом мы будем говорить на сессиях, но если вопрос хотят покрыть, то что такое пресейл? То есть пресейл – это когда ты уже готовишь пропозал, и когда ты пичишь уже салюшены, тут идут переговоры, вот это вот все, или это весь процесс продажи, когда от первых контактов, потому что если говорить про софтсерв, то у нас в софтсерве есть силы, вы это знаете, как бы, и это люди, которые имеют свой бюджет, то есть вот этот вот, они привлекают delivery меня, я delivery, уже тогда, когда квалифицирована opportunity, когда нужно уже делать, ну, скажем так, это не closing, это когда она qualified, и мы делаем propose, то вот я вот на софтсерве, propose, это вот это вот большая часть, хотя я привлекаюсь, ну, я говорила о том, что у меня позиция как бы официальная client partner, но я привлекаюсь, я покрываю значительно больше, то есть я привлекаюсь с первого момента, когда сейл приходит на колы, потому что у меня, я строила вертикаль, я знаю всю нашу экспертизу, я писала все маркетинговые материалы, я знаю все проекты, всех клиентов, я их веду, и поэтому меня привлекают раньше, если нужно засепортить сейла, и плюс хороший там communication skills, если это нужно. Возвращаемся к четче к вопросу. Что я, ну, как бы, вижу на практике, это то, что при сейл не может тянуться два месяца, это ненормально, то есть вы дали, в зависимости, конечно, какой период ответа между тем, как вы дали пропозел, и пришел ответ, если это там две недели, то тогда вы никаких кастов не тратите, вы собрали команду, команда написала пропозел, вы заслали, и вы как бы на клиента не тратите ничего, правильно? То есть вы ждете ответа, опять собираете команду, то есть и тогда идет почасовка, посчитайте почасовку, и подумайте, сколько у вас таких пропозелов приходит, сколько вы на них тратите время, и заплатите на уровень своей компании. Если у вас 100 людей, это одна цифра, если у вас 1000, вы можете позволить себе больше. И тем более, если вы хотите большое лого, вот этого клиента, к которому я летала 12 раз, с этим силовым стейкхолдером, компания в это инвестировала, и мы потом в результате выиграли с ними проект, и у нас это лого, это крупное, крупнейшее лого, глобальная компания мировая, оно у нас в портфолио, и я теперь этим лого открываю новые двери, поэтому это все было согласовано, и все должно быть common sense, вы должны сами понимать, а стоит ли выделки, овчинка выделки, если вы можете потратить там этих 3, 4, 5, там 10 тысяч на время людей, которые инвестируют в этот пристейл, если вам это окей, то окей, правильного ответа здесь нету, все зависит от вас, вы знаете свой бизнес лучше всех остальных, если вам кто-то придет и скажет, да, типа, что это вообще такое, это такая маленькая сумма, мы тут по 50 тысяч в клиента вливаем, ну а нафига вы это делаете, это как в анекдоте, типа, сколько заплатил за часы, 14, ну и лох, я знаю, где они 25 стоят, ну иди, плати 25, ну то есть, понимаете, то есть, если я могу, вообще вы поняли, к чему я, то есть, нету правильной цифры, нету. Хорошо. Чем отличаются процессы продажа, предпродажа, пресейл при работе с крупными клиентами? Что считаете топ-3 важного на каждом из этих шагов? Так, а ну еще раз мне повтори, не поняла, не поняла суть вопроса. Продажа, предпродажа, пресейл, ну, наверное, продажа и пресейл, я бы, я бы разделила их два. Какие топ-3 важных шагов, и в чем отличие от некрупных с крупными клиентами? От некрупных с крупными. Так, значит, смотрите, что будет отвечаться, это вполне вероятно, с крупным клиентом вы будете работать в формате тендера, то есть, если с некрупным вы можете быть единственным, вот вы нашли его, вы задефанили у него такую оппортюнити, списались в Линкедине, на опорке, на конференции, вы нашли эту оппортюнити, вы только одни с ним работаете, и он инвестирует свое время только на вас. Соответственно, вы имеете весь максимальный контекст, и вы его, вот вы его держите, грубо говоря, за яйцем, вы понимаете, как вы ему будете это доводить, сделку до конца. Как с крупными клиентами, практически 90% случаев у них параллельно идет еще про переговоры с другими компаниями, и если это официальный тендер, который может быть в third party solution, где размещена RFI или RFP, и происходит бидинг, то часто они там делают общие сессии, на которых вендоры молчат, а они как бы всем рассказывают, чтобы все были в одинаковом контексте, но очень часто этого нету, и, соответственно, ты вот какую информацию от них получил, на базе этого ты построил свой пропозал, а другие чуваки получили больше информации, и поэтому знать, кто, если у тебя параллельно компетитеры, если они захотят это вам сказать, и какие они, по крайней мере, ну, то есть, температура в палате, вот это очень важно, это будет главное отличие, ну, одно из главных отличий в процессе пресейла, ну, и по питчингу, то, что могут быть нюансы, когда ты будешь репичить кому-то, то есть ты запичил этот одного стеколдера, он говорит, о, хорошо, а теперь иди моему шефу запичи, а теперь давайте я еще приведу чувака бизнеса, который будет файнал, типа, давать как бы добро, но он не баджет-оунер, потому что я баджет-оунер, потому что я типа IT-организатор, но он будет beneficiary, то есть он получит от этого value, когда этот solution будет имплементирован, давай еще ему, чтобы он сказал что-то реально, то, что ему надо, потому что я не совсем понимаю, что ему надо, иди типа, и поговори еще с вот такими нюансами, то есть в больших клиентах это вот, это может быть вот таких вот несколько кругов добавления стейкхолдеров, и поэтому, если вы входите и проводите переговоры, у вас есть возможность разговаривать со стейкхолдерами, то есть в чек-листы все вопросы эти спрашивают, у нас были, одно из, например, нововведений, которые мы сделаем, ну, оно кажется абсолютно очевидным, но каждому колу, на который идет сейл, или на который идет, если это ранняя стадия, там, где меня привлекают, и с сейлом, или это стадия уже при сейла, когда мы делаем, например, такую requirements elicitation session, когда requirements, это не совсем requirement, это просто понять контекст, технический контекст, я всегда прошу, это очень с такими кровью и потом входило, как бы в, люди не хотели этого, люди, типа, привыкли, что они же умные, как мне говорил один, там, чувак, он же, я знаю, он же умный, он же много денег получает, значит, он придет и захендлит колл с клиентом, а он не захендлит, потому что у него контекста никакого нет, и этот архитект приходит, ты дымс, ты дымс, не ты дымс, и я лучше бы вместо него эти вопросы задала, потому что я знаю, какие вопросы нужно покрыть, и я ввела то, чтобы они делали, как я ввела, это сказано, мы ввели, то есть уже опровнули список вопросов, там, по бизнесу, по структуре сделки, по технической стратегии, по инфраструктуре, по вендорам, по коммунистям, не факт, что вам дадут на это ответы, но ты всегда можешь фоллоуапнуть, это тоже часть коммуникацион, фоллоуапнуть их, типа, если все прошло неплохо, и вы хоть что-то там заэлиситейтали себе, всегда можешь сказать, слушайте, мы тут еще пара вопросов осталось, можно мы вас фоллоуапнем, и они такие, да, конечно, пишите письма, знаешь, угодно фоллоуапайте, и вы засылаете им дальше, и вполне вероятно, а вдруг еще на пару вопросов ответят, вот это разделье, потому что с маленькой компанией это все можно спросить напрямую. Дякую. Так, просят, чат разрывается, просят уточнить, что такое фарминг, не все поняли? Ну, фарминг – это развитие клиента, то есть, когда это твой уже действующий клиент, и ты хочешь вырастить с ним бизнес, то есть, ты продал ему там 5 людей, а ты хочешь, чтобы там в течение года у тебя их стало больше, то есть, потому что никто не хочет, чтобы ты 5 людей проработал, как бы, и они потом успешно закончатся проект, и клиент дропнулся, хочется его вырастить, и вот это называется фарминг, и в фарминг входит очень много всяких вещей, там, коммуникация со стейкхолдерами, какие-то общие ивенты, ну, в общем, все, что вы делаете со стейкхолдером, кто ваше гораст, которые могут гипотетически улучшить ваши отношения с клиентом, это улучшение может не обязательно быть в формате новой оппортюнити, это может быть референсы, это может быть и то, что они вас интродюснут где-то публично, или о вас вспомнят, или дадут вам тестимониал, ну, то есть, это все считается частью фарминга, потому что оно дает возможность миру узнать о вас больше, и дает возможность вам улучшить свою позицию как с клиентом, так и вообще, как бы, на маркете. Окей, дякую. Насколько критично иметь local presence для заключения контрактов с enterprise клиентами? Очень критично. Значит, было очень много кейсов, которые, не так, как минимум, два кейса у нас было, когда, когда мы не выиграли клиента из-за того, что competitor привез команду, всю команду, она вся команда пришла, и стейкхолдером рассказала, вот это Вася, это Петя, это Галя, вот Галя у нас девокс, а Петя у нас архитекта, это у нас кейв, вот они вам все будут дружно делать жизнь прекрасной. Пришли, подобрали, рассказали, вот она наша Tiger Team, они готовы приступать к работе. И то, что я там рассказывала, у нас там были разные нюансы, потому что вообще, во-первых, когда ты пичишь, мы просто не успеем это все сейчас покрыть, мы уже и так вылезли, как могли за время. То есть local presence важен, и плюс очень часто крупным клиентам нужен не только local presence, а им еще нужен как бы чувак, который будет все время на онсайте, потому большинство времени, вот как клиент-партнер, я большинство времени провожу, кто мне там спрашивает, типа, where are you from? Я говорю, типа, где ты located? Я говорю, в основном в самолете, но типа, it depends, я говорю, между Мадридом, Франкфуртом, Лондоном, это такое дело, но в основном как бы во флайтах, потому что у них все равно нету B2B, все равно это B2C, то есть в плане именно, вы понимаете, вы понимаете, о чем я, то есть нету продаж в компанию, вы продаете человеку, и это отдельно, это есть отдельная опись этого фреймворка, это то, что сначала нужно продать себя, потом нужно продать теоретически компанию свою, и только потом вы продаете свой solution, то есть об этом нужно всегда помнить, и если вы думаете, что зашли такие, типа, только McKinsey, это один из стейкхолдеров мне говорил, что когда открываются, то есть у McKinsey людей, они у них такой, типа, как бы филинг, самоосознание такое, что когда открываются двери, ты прям понимаешь, что это заходит чувак с McKinsey, и в этом случае как бы лого идет перед ним, но даже при том, что мы большая компания, ну мы не Accenture, и мы не 10 или не 20, не 30 лет уже сидим внутри, и мы уже там три пуда соли с ними съели, и так дальше, то есть мы новые для них, поэтому вам сначала нужно продать себя человеку, чтобы ему было комфортно с вами работать, потом продать компанию, а потом идти к вашим сервисам. Это часть фреймворка, который мы тоже будем покрывать, но вот как бы очень сжато, но да. Хорошо, спасибо большое, я думаю, что нам пора закругляться для того, чтобы, как ты проговариваешь, у людей было время на то, чтобы пойти провести время с семьей, и вообще спасибо за то, что уделили нам время, Антонина сегодня тоже расчистила свое расписание для того, чтобы пойти не к клиентам, а к нам, и мы ждем вас обязательно на курсе, курс начинается 27-го, но регистрация у вас всего лишь до конца пятницы, завтра с нами будет Макс Макаренко, Макс Макаренко будет делиться с нами 13-ю ошибками и лайфхаками Литгена, Максим очень сильный спикер, и тоже часто работаем с ними, сотрудничаем вместе на кемпах, в нашем клубе и на разнообразных курсах. Рады, что вам понравилось, спасибо большое за отзывы, 100% людей сказали, что придут на курс, мы ждем, мы не знаем, сможем ли мы взять всех 300 человек, думаю, нет, хотелось бы меньше, но однозначно надеемся, что вам это будет полезно, за три недели такие три топ-спикера, Антонина в том числе, рада, что знакомство с онлайн-аудиторией и с онлайн-таким форматом прошло очень плавно, чат тебе стоит почитать, потому что там много по контенту, по скорости, по твоей красоте и по твоему опыту и по всему-всему, да, очень рада вас видеть, приходите завтра, завтра встретимся на Максиме Макаренко, с Антониной можно встретиться только на курсе, ждем вас, не теряйте возможности, потому что когда прокачивает себя в клиент-менеджмент, как не сейчас, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела дать участникам курса, как бы ты видела, в чем они прокачаются? Ну, во-первых, это будет коммуникация более глубоко, особенности коммуникации, то есть какие могут быть black swans, это то, что мы сегодня не успели покрыть, это в плане вот у черной лебед unpredictable, какие-то вещи, которые ты даже подумать о них не можешь, их тоже есть у меня, чтобы пошарить, не нарушая NDA, как из предыдущего опыта, так и сейчас, плюс это процесс продажи от самого раннего этапа, то есть от этапа сейлок, потому что я понимаю, что если компании меньше здесь присутствуют, а не это не люксофт, не глобалодик, то вполне вероятно, что у них нет сейлок, и у них сейлы это вы и есть, это сейл, или это бизнес-девелопен менеджер. Соответственно, для вас очень важно, чтобы вы понимали, что делать, потому что, ну, то есть, как бы куда бежать, за что хвататься. И вот такие вот всякие нюансы, это обязательно. Хотелось бы проговорить процесс продажи и как себя вести в разных ситуациях, как структурировать свою работу, как структурировать подготовительный процесс, как вести себя в процессе непосредственно переговоров именно продажных, не вот обговаривания структуры сделки, а именно initial, как бы, питчинг. Плюс это, наверное, хотелось бы покрыть вопросы, как вообще происходит работа в процессе пресейла, в данном случае уже обработки, подготовки пропозала, как best practices, на что смотреть, как питчить стейкхолдерам, C-левела, как питчить enterprise клиентам, какие тут могут быть нюансы. Потом еще, наверное, ну, наверное, можно было бы проговорить, какие нюансы сейчас возникают в процессе кризиса, это, с чем приходят эти клиенты и чего от них ожидать, что они могут такого вытворить, потому что enterprise клиент, ему прямо перпендикулярно на все ваши, как бы, боли и так далее и тому подобное. Они дропают аккаунты, как мы недавно разговаривали, мне понравилась эта формулировка, они дропают не проект, они дропают даже не вендора, они дропают ячейку с суммой в Excel, понимаете? Если вам не повезло, что ваш проект туда попал, ну, то такси стресло, понимаете? И вот такие вот вещи, это очень, как бы, тут тоже хотелось бы потом покрыть. Ну, и опять-таки, что они там понаписывают, посмотрим, может, что-то еще интересное и еще тоже можем покрыть. Генерация, маркетинг, но это просто вылезет все за рамки этих, мы, наверное, это перенесем в отдельный курс, то есть процесс ритогенерации. Вчера были вопросы, и, по-моему, у Алекса были вопросы, я уже не помню, в структуре команды политогенерации по маркетингу, про то, как продвигать, как продавать, какие каналы лучше использовать и какие артефакты, как это все делается. Я тоже это делала, поэтому, как бы, я могу это рассказать. Хорошо. Спасибо большое. Тогда до связи, до встречи. Спасибо тебе за то, что щедро делилась, выкладывалась. Все очень пишут большое спасибо. Напоминаю, что до конца регистрации на курс у вас осталось два дня. Мы вас ждем, а завтра продолжаем следующую часть марафона с спикерами нашего клуба. Завтра у нас Макс Макаренко, тоже не пропускайте. До связи, до встречи. Спасибо большое. Ну, супер старт. Посмотри, ребята, спасибо за ваше время. Это тоже ваша инвестиция, с вашей стороны. Я рада, что надеюсь, что она дала вам какую-то ценность. Все, всем пока. Снимайтесь. Пока. Спасибо. Спасибо.